добрый день моя хорошая снова на кухне привет 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 всем значит такие у нас сегодня происходили действия вот так все подчистую все своим подписчикам нашим и друзьям нашим все кто нас смотрит короче сегодня съездили с утра к юле на дачу на село вот она нас угостила дыньками вот такими сейчас будем разрезать пробовать вот и у меня было немного помидор юля еще добавила немного помидор и я решила сегодня сделать квашеных помидорок потому что ну как свежий помидор он вкусный хороший в удовольствие всегда съедается но квашеного все равно хочется вот поэтому у меня тут разновидности всяких разных помидорочек и буду я делать их в трех литровом бутылке заранее я приготовила всю зелень которая будет у нас помидорах это обычный набор для огурцов я решила его туда использовать тот это скажем так на любителя кто-то использует просто петрушку и укроп вот но я думаю почему бы нет тем более что он у меня есть вот вниз я брошу один вот такой вот перчик я думаю остринку мы всегда свете любим я думаю он небольшой и будет вполне его ну и немало но так вот конкретно будет чувствоваться то что горчинка есть горчинка здесь у меня два таких листочка хрена я всю ножницами порубала чтобы она была и красиво и удобнее будет скажем так разлаживать ее в баночке эту зелень вот две ветки вишни ветку я саму не использую вот эту вот палочку деревянную ну скажем так она я так думаю что она не нужна хватает и листиков вишневый такой привкус будет слышен в помидорах вот это листья смородины две веточки вот ну и два зонтика укропа видите я помню слово зонтик укропа тут у нас будет зелени вкусняшечки это идет зелень да у нас приправы идут зеленые теперь я сюда добавляю одну хорошую головку чеснока я и тоже заранее все перечистила приготовила если большой зубчик чеснока я его режу пополам вот а маленькие скажем так ну примерно они должны быть одинакового размера все чесночные зубчики чтобы они вовремя в одно время отдали свою прелесть нашим помидорам вот и были одинаково про квашены не больше не меньше а именно одинаково одна такая средняя луковица луковица на любителя у меня просто она была почищена думаю я и лук сюда добавлю поскольку вот например если кушать помидор маринованный зимой открываешь ванночку я лук вот этот из бутылька я его обожаю перец болгарский лук лука я всегда на зиму в маринованные огурцы и помидоры ложу всегда лука много потому что я его всегда съедаю хрустящий кисло сладенький очень очень вкусный все зелень у нас заложено в баночку лучок чесночок горький перец вот а теперь у меня здесь такие разные сорта помидор крупные и черрики и разные поэтому крупные я но вот такие средненькие это юлечкины спасибо дочь я ложу на дно а более мелкие понятное пойдут сверху в бутылек вот и будет у нас и красиво и все они проквасятся одновременно и будет будет вкуснятина короче что говорить фашеный помидор это это сила правда все но черрики пойдут у меня уже такие в разнобой желтые красные это мы как-то на рынке покупали они действительно беспроигрышный вариант черри всегда пахнут огородом такие они кисло сладенькие именно натуральный помидор именно когда вот черрики даться мне они очень нравятся черепа это я черрики я балуюсь понимаете да вот черри всегда идут с кислинкой поэтому они вот знаете когда помидор идет с теплицы или выращены искусственно скажем так его ну понимаешь сразу это не не огородный потому что он как мячик кожура не жуется такая она жесткая и и хочется даже не жевать а удалить изо рта потому что она как резиновая а огородный помидор особенно черри он всегда с кислинкой всегда очень-очень вкусный вот так ну а коль юля уже меня угостила помидорками думаю а сделаю-ка я квашеных вот и теперь у нас пошли вот такие ингредиенты соль значит на бутылек на литр воды если делать например в судочке или ведерки или где-либо на литр воды в помидоре именно в квашеные на литр воды идет ложка с горкой соли и ложка без горки сахара но у меня здесь будет больше чем литр воды значит соответственно где-то литра полтора два наверное поэтому я сделаю две большие ложки с горой вот и думаю будет вполне нормально для помидорок и одну ложку сахара с горой также у нас без горки на литр а я сделаю с горкой хорошую такую знаете как вот такенную ложечку добавим сахара лавровый листик кину пускай будет он но не помешает никак красивенько уложу его туда вот потом добавлю чтобы они быстрее быстрее проквасились и были такие именно аромат ненькие добавлю ложку уксуса 9 процента вот это все холодной водичкой стоять она будет у меня я накрою сейчас полотенечком стоять ему будет в тепле на столе в уголочке там поставлю вот ну я думаю через дня 3-4 потому что это помидор и если мы его хотим чтобы он такой был газированный знаете вот именно квашеный не просто там кисло-сладкий а чтобы он хорошо проквасился я думаю дня три-четыре он постоит мы попробуем если у него будет уже хороший вкус и он будет такой газированный 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 как правильно не знаю ни в этом сути суть в том что он будет такой знаете куснул он щелк лопнул это все бомба тогда мы убираем холодильничек и кушаем значит такой совет если если у нас помидор например у меня вот у вас есть 3-4 килограмма помидор то тогда бы я их сделала в кастрюле уложила бы все так же на литр воды я вам сказала сколько соли и сахара но тогда когда они ложатся в кастрюлю их мы не сидим правильно за неделю может даже и за месяц не сидим вот поэтому здесь я вам советую сверху на помидоры и уже когда они в рассоле заложить хороший хороший гнет то есть крышку от кастрюли или широкую тарелку или может быть диск от этого самого от торта вот мы выпекаем бисквиты знаете такой вот металлический хотя металл наверное будет хуже чем стекло все-таки стекло есть стекло положить на широкую тарелку вот и сверху уложить марлечку время от времени эту марлечку нужно споласкивать в воде потому что будет такая белая белый такой налет от помидор если они например будут стоять у вас месяц до или там полтора эту марлечку нужно постоянно полоскать если этого не делать то они быстро начинают прокисать становятся такими как шарики лопаются и появляется у них привкус плесени то есть белой вот этой вот наши грибы плесень будет на этой марлечке ну вот чем чаще мы ее получим просто в кипяточке тем будет лучше и будут дольше храниться помидоры сейчас я вот эту баночку закрою крышкой вот такая у меня получилась красота и желтенькие черрики и красные внизу зелень чеснок и лучок я считаю будет обаяшка и получится у нас очень вкуснятина большая вкуснятина вот я сейчас нагреваю крышкой убираю когда мы будем уже с вами пробовать я понятное дело покажу его газированность его консистенцию какой он будет целенький ведь а дашь мне крышечку да по эту полиэтиленовую так всегда ж пожалуйста вот а мы сейчас будем свете отдыхать настало время отдыха все дела поделаны в квартире убрано все порядочке тебя не видно доброго дня всем дорогенький вот и будем шумы дорогенькие были с тем очки сейчас будем щелкать семечки я семечки сейчас вам покажу я делаю семечки мы купляем именно крупные такие и тыквенные и подсолнечки подтягивайтесь к нам на семечки я вам шептала кто слышит я думаю все слышат правда мы сейчас остелимся газеты я сразу жарю семечки черные сразу а тыква должна быть чуть-чуть а ну понимаете именно что тыква полезна каленая каленая не ну чуть-чуть прожаренная сушеная ему чуть-чуть именно так получается да подсушить ну конечно леночка так что мы с помидорами просили все мы с помидорами все мы с помидорами я вам дала рецепт я вам дала рецепт все знаете говорят не боится горячего если боится взять боится горячего значит боится кёщи а невестка если боится горячего она боится свекрови так что нам это уже не грузили не ну понятно я не буду голой рукой брать кастрюлю я боюсь горячего а есть такие закаленные руки что могут даже ну и опять-таки может это мужчины так папа ми фазу брал именно у него эпителий такие ну типа покрытие плотное грубое такое да то и фазу держа ну типа трохи да тут пробивает или мотоцикле там магнета там же багато тысяч вольт и в хлопцы сыны мои это же туда на свечник и так а ну есть папа не боялся не горячего не холодного не электричество не боялся все ребятки всем до зустричи рецептик запишите готовьте с нами и пробуйте я думаю будет вот таки да вам весны попробуем будем вообще ребятами раз и и так фонтан так и брызги такие и воздух брызги шампанского все пока пока